Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянское Нагоре никогда не называли Восточной Анатолией. Французское сопротивление сыны Западной Армении. Топонимы Арцаха – Гатрут. Исламизированные армяне – поиск корней. Попытка Франции признать геноцид ассирийцев-халдеев. Зимотрясение – ситуация в Антиохии спустя месяц. Метрополитен Музея Нью-Йорка вновь указал на армянское происхождение Айвазовского. Поддержим государственное телевидение Западной Армении. Правительство султана Абит Гамита II вымышленно заменило название Армения такими терминами, как Ткурдистан или Анатолия. С 1880 года в официальных документах было запрещено использовать название Армения. Процесс национализации географических названий продолжили идеологические правоприемники молодотурок – кемалисты. Процесс достиг пика в период республиканцев. С 1923 года вся территория Западной Армении была официально переименована в Восточную Анатолию. Очевидно, что османские историки и летописцы, в отличие от современных турок, прекрасно знали местонахождение Армении и не путали ее с Анатолией. Как в европейских, так и в османских, армянских, русских, персидских, арабских и других источниках Армению не путают с Анатолией. Это и отражает тот факт, что даже после потери государственности армянский народ все еще составлял большинство на своей родине, которая была признана даже османскими оккупантами. Неприемлемо видеть находящихся в изгнании некоторых армянских историков, также дипломатов и аналитиков в Армении, которые начали заменять термин Западной Армении термином Восточная Анатолия. Эти люди охотно взялись за публикацию указа Абдулгамита 1880 года. Возмутительно, что некоторые изгнанные историки также используют термин Анатолия для описания всего Армянского Нагорья. Для нас это неприемлемо, поскольку замена Западной Армении термином Восточная Анатолия будет означать добровольный отказ от нашей родины, нашего историко-культурного наследия, отрицание осуществленного против армян геноцида, забыв о последствиях, поддерживая турецкую позицию, отрицающую права Западной Армении и армянского народа. Отрицая права Западной Армении 1920 года, веря в обмен на получение государственного статуса в Восточной Армении, включая Арцах, это политическая мошенничество де-факто, которая приведет только к правовому тупику. Председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Французское сопротивление сыны Западной Армении. 3 марта 2023 года я проводил Альберта Жуэнбекчана в его последний путь вечной борьбы. В присутствии бывших участников боевых действий и нынешнего третьего председателя Ассоциации армянских бойцов сопротивления Франции Жанна Казарасяна, мы воздали дань уважения его памяти, соболезную семье и друзьям, уроженцам Западной Армении. Образцовая деятельность на службе Франции в годы Второй мировой войны останется в нашей памяти. После второго президента Ассоциации французских борцов и борцов сопротивления в регионе Погоса Хаджи Аруняна, он собрал и подготовил наших знаменосцев, позволив участвовать во всех патриотических мероприятиях региона. Спасибо тебе, Альберт, президент Республики Западной Армении Арменак Абрамян. Тапанима Арцаха Гадрут. Теревня Метстагеш. В трех километрах к северу от трассы находится село Метстагер, центр торговли, искусства и ремесел Гадрутского района еще с древних времен. Здесь находится основанный в 1975 году дом музея маршала Арменака Хамперянца. Позже, в 1984 году, во дворе музея был создан самолет МиГ-17 в память о великом летчике. Музей представляет собой двухэтажное здание, на первом этаже которого находится офис и этнографический отдел, демонстрирующий народное хозяйство и прикладные ремесла, керамику, гончарное дело, камнерезные машины и прочее. У проживающих в Западной Армении насильственно исламизированных армян и потомках уже длительное время протекают различные процессы, которые прямо или косвенно свидетельствуют о сохранении определенных слоев национального самосознания и памяти спустя десятилетия. В частности, параллельно с обсуждениями кризиса и идентичности в прессе распространяются истории исламизированных армян, печатаются заявления, через которые люди пытаются найти свои корни и потерянных родных. Издающаяся в Константинополе газета АКО спал на подобных заявлений, и, как отметил Гранд Динг, сегодня в Турции многие скитаются по лабиринту своей идентичности. Интересно и в то же время естественно, что процесс поиска более распространен среди исламизированных армян и их потомков. Все это является прямым следствием осуществленного против армян геноцида, поскольку именно геноцид разделил и изменил судьбы предков. Сегодня также выявляются представители смешанного армянского происхождения, среди которых наблюдаются явления, характерные для кризиса идентичности. Программа «Ищу родственника», созданная в 2006 году в Константинополе, подтверждает, что в Западной Армении день от дня поднимается вопрос идентичности. Программа организована молодежными группами местной армянской общины «Хатик» и «Нордзортонг». Полная статья доступна на нашем сайте. Парламент Франции принял резолюцию, в которой говорится, что в 1915-18 годах, в последние периоды Османской империи, в отношении арсирийцев и халдеев был осуществлен геноцид. Инициатива впервые была выдвинута в Верхней Палате Парламента Сенате. Проект резолюции под названием «Признание геноцида», осуществленного после арсирийцев и халдеев, в 1915-18 годах представленной 7 из 6 сенаторами правовой партии «Республиканцы», составляющей большинство в Сенате, был одобрен двумя голосами «Против» и трехстами «Голосами за». В законопроекте содержится призыв к правительству признать массовые убийства, уничтожение культурного наследия, депортацию, совершенные османскими властями против более чем 250 тысяч осирийцев и халдеев в 1915-18 годах геноцидом. Публично осудить этот геноцид и ежегодно провозглашать 24 апреля днем геноцида армян, осирийцев и халдеев. Сенатор из Марселя Вареле Буайе, член группы ЛР, которая является инициатором этой резолюции, заявила в своем выступлении на Генеральной Ассамблее перед голосованием, что 2,5 миллиона христиан, проживающие в Османской империи в период с 1915 по 1918 год, стали жертвами физического, культурного и религиозного геноцида. Как сообщают некоторые туркоязычные СМИ, после землетрясения в оккупированном городе Антиохи Западной Армении ситуация продолжает оставаться неопределенной и нестабильной. Жители города, пострадавшего от землетрясения, нуждаются в помощи государства. Люди, потерявшие родных и дом, не могут получить полагающуюся им помощь. Отсутствие палаток сильно сказывается, особенно на тех семьях, где есть больные и дети. Многие жители жалуются на нехватку пищи. По словам одного из жителей, здесь нет воды, нет палаток, нет государства. Мы остались на произвол судьбы. По словам другого жителя, с первого же дня землетрясения ничего не изменилось. Жители восстали против турецкого правительства. Об участии в предстоящих выборах не будет и речи. Позор руководству нашей страны. Так быстро забыв про нас, оно перешло к политике. Западная Армения призывает международное сообщество либо помочь жителям, оказавшимся в безвыходном положении вследствие землетрясения на оккупированных территориях Западной Армении, либо обуздать турецкие власти и с привлечением международных сил дать возможность руководству Западной Армении оказать достойную помощь. Западная Армения не может предпринять действия. Из-за оккупации турецкими властями территории Западной Армении ситуация критическая, нужно поторопиться. Метрополитен Музей Нью-Йорка вновь указал на армянское происхождение Айвазовского. Айвазовский был знаменитым маринистом. Тяга художника к морю началась на его родине в Крыму, тогда входящей в состав Российской империи, а ныне на Украине. Как член армянской общины города, Айвазовский имел богатое культурное и языковое прошлое. Он много работал и выставлялся в том числе в городах Западной Армении, Грузии, Италии, России, Турции и Украины. Отмечается в надписи к одному из работ мариниста. Напомним, что предки Айвазовского были армянами Галиции, которые в XVII веке эмигрировали из Западной Армении. В армянской церкви Феодосии, где родился художник, при крещении Айвазовского зарегистрировали следующим образом. Сын Геворка Айвазяна Ованес. Уважаемые соотечественники, телевидение Западной Армении не занимается саморекламой. Руководство Западной Армении, оставаясь верным своей идее и принципам, продолжает посредством телевидения и других медиаплатформ по-новому представлять различные события, связанные с историей, настоящим и будущим нашей страны, информирует о политических, общественных событиях правительства, а также дает возможность ближе общаться друг с другом. С помощью нашего телевидения вы можете установить прямую связь с правительством, членами национального собрания, поднять все волнующие вас вопросы, которые напрямую связаны с Западной Арменией и ее гражданами, а также выступить с различными интересными предложениями. Помимо того, что вы телезритель, у вас также есть возможность стать гражданином Западной Армении, следуя соответствующей процедуре. Напомним, что вестерн Армения ТВ не занимается саморекламой, а стремится расширить связи с вашей помощью. Ваша поддержка – наша общая победа. Вместе мы сила! И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА